Казанская икона Вот так в эти дни церковь вспоминала события, происшедшие 400 лет тому назад, когда Москва была освобождена от поляков, когда закончилось вот это длительное смутное время. А как так случилось, что самозванец, никому неизвестный человек, объявил себя чудесно спасшимся царевичем? Он просто пришел на Русь, собрал войско, подчинил себе множество людей и при этом вызвал симпатию бояр и даже воцарился в Москве. А вот как так получилось, что в течение 12 лет в стране царило такое безвласть и смута? Наши историки дают разные ответы на этот вопрос, Но мы с вами, люди церковные, верующие, знаем, что Господь иногда посылает испытания конкретному человеку или даже вот целому народу. Господь испытывает, наверное, своих чад. Как это в древности делал и со своим израильским народом? Господь испытывал народ, проводил его через пустыню, попустил, чтобы храм Иерусалимский был разрушен. И все это было ради того, чтобы научить людей трепетной вере, чтобы люди еще больше любили свое Отечество. Так из Ветхого Завета, из Псалтирия до нас дошли удивительные слова людей, которые потеряли свою Родину, но при этом не забыли ее, которые так говорили, «Как нам песть Господню петь на земле чужой?» И вот люди, лишенные своего храма, своего Отечества, все-таки оставались им верны. Продолжали говорить на родном языке и исповедовать веру в единого Бога. Господь и нашу страну многократно и многообразно посещал испытаниями. Так вот и в смутное время и нашествие поляков тоже были для нашей страны таким испытанием на прочность, испытанием на верность всего народа. Причем без разницы, для богатых и для простолюдимых, и даже для людей, освященных священным саном, и для простых мирян, ну, не все тогда вот выдержали испытания. Были и бояре, и даже священнослужители, которые присягнули самозванцем. Но абсолютное большинство людей, оно встало на защиту Родины. Именно народ собрал ополчение для изгнания польского ставленника из стен Кремля и сплотился по зову святого патриарха Гермогена, чтобы отстоять православную Родину от католических захватчиков. Мы знаем, что противостояние между двумя народами России и Польши продолжалось более 400 лет. И до сих пор оно продолжается в умах некоторых людей. Ведь даже трагические события на Украине, проведение специальной военной операции, некоторые политики, они пытаются использовать для разжигания вражды между славянскими народами. Мы видим, что в умах людей сохраняется смута. И вот преодолеть ее и призывают церковные руководители. То, что каждый народ имеет свою историю и свой взгляд на нее. Есть такие события, по которым мы с поляками абсолютно никогда не найдем точку зрения. Это наша историческая память. Но историческая память не должна служить поводом к ненависти, к вражде, тем более к недоверию. Дорогие братья и сестры, давайте будем молиться о том, чтобы Господь хранил нашу страну от всякой смуты, от противостояния между различными народами, а самое главное – от той смуты, которая происходит в головах людей, если они живут не по заповедям Божьим и не по вере. Аминь. С вами был клирик Храма Всех Святых в земле русской просиявшей города Электрогорска священник Михаил Калинин.